МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни один международный авиасалон не обходится без участия вертолётов знаменитой марки К. Сегодня вы узнаете о том, как начинался путь Николая Камова в мир винтокрылых машин и его первых конструкций. Летающий мотоцикл К-8 в фильме «Оружие». В 20-х годах прошлого столетия молодое советское государство делало первые шаги на пути создания собственной авиационной промышленности. Проектировались и строились первые собственные самолёты. Изучались возможности создания винтокрылых машин. Появился новый вид летательного аппарата, получивший название «Автожир». Своебразный гибрид самолёта и геликоптера. Камов Николай Ильич. Авиаконструктор, герой социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР 1972 года. Годы жизни 1902-1973. Родился в Иркутске. В 20-летнем возрасте окончил Томский технологический институт, войдя в историю УЗА как самый молодой студент, выпускник и инженер. С 1923 года работал на концессионном авиазаводе «Юнкерс». Затем ВОЗА «Авиахимия» КБ Игоровича. В 1928 году молодой, талантливый, амбициозный инженер Камов был руководителем специального конструкторского бюро Центрального отдела общества содействия авиации и химической промышленности. Получив серьёзный практический опыт создания самолётов, он увлёкся винтокрылыми машинами. Осенью 1929 года совершил свой первый полёт, созданный конструкторами Камовым и Скрыжинским, автожир «Каскар-1» — красный инженер. Автожир имел оригинальную конструкцию — фюзеляж самолёта У-1 с хвостовым оперением и большой несущий винт. На нём был установлен двигатель мощностью 120 лошадиных сил. Через год появилась новая версия машины — «Каскар-2», с увеличенной до 225 лошадиных сил мощностью двигателя. Некоторые технические решения, например, шарнирное крепление лопастей, реализованное на автожире «Каскар», впоследствии нашли широкое применение на многих советских автожирах и вертолётах. С 1932 года Камов работал в Центральном аэрогидродинамическом институте. Конструкторская бригада под его руководством в 1934 году создала боевой двухместный автожир А-7, предназначенный для корректировки артиллерийского огня и разведки. Это был надёжный, простой в эксплуатации и мобильный летательный аппарат, созданный ещё в начале 30-х годов. Он широко применялся в народном хозяйстве, во время Советско-финской войны, в начальный период Великой Отечественной. С 1940 года Камов стал главным конструктором и директором первого в СССР завода по проектированию, изготовлению и ремонту автожиров. С началом Великой Отечественной предприятие эвакуировалось на Урал. Винтокрылые машины производились ещё некоторое время, но затем были сняты с производства. Фронту во всё возрастающем количестве требовались боевые самолёты. В 1943 году Николай Камов вернулся в ЦАГИ, где занялся обобщением накопленного опыта в области автожиростроения. Но его мечтой оставалось возвращение к конструкторской работе. После войны Николай Ильич успешно защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук. Всю свою деятельность он посвятил о работе над винтокрылыми машинами. Были созданы первые опытные образцы вертолётов. В 1946 году Камов возглавил созданное в ЦАГИ бюро новой техники. Началась работа над проектированием одноместного вертолёта с мотоциклетным мотором. Камов отверг одновинтовую схему вертолёта, а затем и продольную двухвинтовую. В Советском Союзе и за рубежом именно эти схемы считались наиболее перспективными. Конструктор выбрал новое направление. Соосную схему расположения несущих винтов. Именно за такими машинами Камов видел будущее. Идею реализовать, это ещё не так просто. Он её сделал практически реализуемой. Понимаете? Единственной мирой, который реализовал и реализовал ни в одной тысяче вертолётов соосной схемы. Конструкция новой машины была абсолютно уникальна. Два несущих винта, расположенных на одной оси, одновременно вращаясь в противоположных направлениях, создают реактивную подъёмную силу. Камов также изобрёл совершенно оригинальную систему управления соосными винтами, применив руль по типу мотоциклетного. В целом, избранная схема компоновки машины сулила много преимуществ. Во-первых, всё симметричное, удобно. Соосная схема симметрична. Есть два винта, они вращаются в разные стороны, и человек себя чувствует достаточно комфортно. Симметричность позволяет просто управлять. Это вторая часть. И самое главное, наверное, преимущество, это вся необходимая мощность уходит на создание подъёмной силы, для создания тяги. Нет так называемого, ну, рулевого винта, который, в общем, где-то порядка там 10-12 процентов, ну, слово, если такое подходит, ворует мощности. У нас вся эта мощность проходит через несущий винт. То есть, получается, тяга вооружённости вертолёта значительно выше, чем у вертолётов одновинтовой схемы. Интерес к избранной камовым конструкции винта проявляли и зарубежные разработчики. В конце 40-х, начале 50-х годов, вертолётостроение во всём мире переживало период бурного развития. В разных странах в небо стали подниматься разнообразные опытные экспериментальные образцы геликоптеров, в том числе и соосной схемы. Наибольшего успеха в этом направлении добились французские и американские конструкторы. Их машины демонстрировали неплохие лётно-пилотажные характеристики. Правда, цена серийного производства таких вертолётов по предварительным расчётам должна была стать неимоверно высокой. Более того, опытные образцы не отличались технической надёжностью, и полёты нередко завершались трагическим исходом. Западные фирмы в итоге отказались от дальнейших разработок соосных вертолётов. Они не смогли решить инженерную задачу по передаче вот этого крутящего момента или мощности на несущий винт. Механизмы, ну, не были доведены до совершенства. А Николай Ильич довёл... Николай Ильич, я подчёркиваю, это большой коллектив людей, довёл это до совершенства. Сегодня мы обладаем, знаем все секреты соосной машины, и мы сегодня на мировом уровне, так сказать, как известное конструкторское бюро, именно по соосной части. Камов всё-таки сумел реализовать свои конструкторские замыслы. Для этого ему пришлось прибегнуть к нетрадиционным методам. Идея создания соосного вертолёта, тогда К-8 он строил, у него уже и он дома проводил чуть ли не испытания. Дома строил этот вертолёт. В 1948 году он создаёт малоразмерную небывалой лёгкости винтокрылую машину. Одноместный геликоптер был сконструирован из лёгких несущих конструкций, на которых были установлены мотоциклетный двигатель и сиденья для пилота. Вертолёт «Малютка» благополучно прошёл первое испытание и получил наименование К-8. Именно с этого воздушного мотоцикла началась история военно-морской авиации Советского Союза. К-8. Одноместный вертолёт соосной схемы. Масса 320 килограммов. Длина 3,7 метра. Высота 2,5 метра. Диаметр несущего винта 5,6 метра. Силовая установка двигатель М-75 мощностью 38 лошадиных сил. Скорость 80 километров в час. Динамический потолок 250 метров. Впервые вертолёт был продемонстрирован широкой публике в июле 1948 года на воздушном параде в Тушино. Взлётно-посадочной площадкой для К-8 стала платформа грузового автомобиля. Явными достоинствами машины были малый вес, компактность, высокая устойчивость и управляемость в полёте, а также простота пилотирования. Командующий парадом в Тушино генерал Василий Сталин распорядился наградить лётчика Михаила Гурова, который выполнил показательный полёт на К-8 орденом Красной Звезды. Именно на этом празднике авиации впервые прозвучало изобретённое Камовым слово «вертолёт», которое заменило прежде применявшийся геликоптер. Уникальные технические параметры К-8 заинтересовали представителей Министерства обороны. Военное руководство увидело возможность использования экспериментального вертолёта для военно-морского флота страны. Перед Камовым была поставлена задача усовершенствовать К-8 и предложить для утверждения проект более мощного боевого вертолёта. Камову предложили возглавить конструкторское бюро и сосредоточить свои усилия на создании винтокрылых машин морского базирования. 7 октября 1948 года КБ Камова приступило к работе над проектом, получившим обозначение К-10. Вертолёт предназначался для решения задач разведки надводных кораблей, надводной обстановки и обеспечения связи между кораблями и береговыми базами. Внешне новый вертолёт не слишком отличался от своего предшественника. Рядом с пилотом установили двигатель мощностью уже в 55 лошадиных сил. Изменился и несущий винт. Лопасти стали длиннее и массивнее. Это позволило вертолёту подниматься на высоту двух с половиной тысяч метров. Скорость опытного образца достигла 115 километров в час. Кроме этого, он и был оборудован пилотажно-навигационными приборами и радиостанцией. Машина не имела колёсного шасси и приземлялась на специальной подушке, изготовленной из прочной резины. Благодаря этому вертолёт совершал посадки не только на грунт, но и на воду. Государственные испытания Ка-10 начались в октябре 50-го года. Все технические исследования машины проводились на лёгком артиллерийском крейсере «Максим Борький». Уже на следующий год Камов получил задание от главкомата флота построить 15 вертолётов войсковой серии. Из этих машин была сформирована специальная эскадрилья. «Максим Борький» 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 «Максим Борький»